когда мы делаем какие-то кнопочки ну текст у нас зачем в основном до чтоб кнопки создавать примеру делаем галерея у меня что белый стоит по умолчанию поставлю черный смотрите ну будет у вас по умолчанию какие-то параметры да у меня к примеру стоит шрифт интер black это толщина шрифта вот сделаю потоньше размер шрифта 40 авто ширина между высотой между строчками и дальше между буквами расстояния дальше смотрите ребят для нас очень важен инструмент вот эта стрелочка вот вы на нее наводите это авто ширина когда вы создаете кнопки у текста вы должны всегда обращать внимание чтобы она у вас была включена то есть у вас здесь есть три варианта авто ширины то есть это есть авто ширина по слову вот видите по тексту есть по тексту вниз то есть будет она да то есть будете писать писать она будет вниз выравнивать по всему тексту и есть по контуру вот нас интересует когда мы делаем кнопочки вот это авто ширина то есть смотрите если у вас фрейм в который помещена ваша кнопочка галерея ваш текст вот он синий фрейм фрейм у него да нам надо чтобы все кнопочки были включены с авто шириной работа с текстом на что мы можем делать то есть у нас есть первое это выбор шрифта да у меня стоит интер по умолчанию можете пользоваться основными шрифтами которые в веб-дизайне это робота и sans serif и здесь к примеру мы можем даже на английский ну на английских вести и записать вот робота то есть вот такой но я верну мне нравится enter больше вот дальше у меня медиум это толщина шрифта то есть я вот могу тоненькие делать да там слишком тоненький прям вот такой я оставлю средненький пример медиум размер шрифта могу меньше делать но и вы должны запоминать ребята размер кнопки по стандартам должен быть не более 24 то есть размер шрифта в кнопке не более 24 но можно есть исключения исправил можно делать конечно и больше но 24 это как бы ну такой принятый стандарта можно делать меньше можно делать больше но больше не рекомендуется то есть это будут уже кнопки которые из космоса видны но может быть и будет какой-то дизайн где надо сделать чуть чуть больше может быть и так вот дальше у нас есть выравнивание по тексту то есть но здесь это работает когда у нас много текста но возьмем скопируем откуда-нибудь текст вот и смотрите вот у нас текст видите фрейм у нас я делаю вот такую авто ширину и смотрите я переставляю и у меня работает текст мой видите он адаптивный под мой блок получается то есть я делаю адаптацию под блок дальше я могу делать выравнивание по середине по левому краю по правому я могу переходить в настройки здесь есть еще выравнивание по всему фрейму но здесь она немножко корявенько работает вот дальше здесь настройках ну авто ширина у меня стоит да вот дальше здесь настройках у меня есть подчеркивание зачеркивание на подчеркивание это для ссылочек мы понимаем поставлю ничего дальше нас интересует еще есть маркировка маркировка цифрами маркировка так следующие настройки у нас идут мы можем сделать все закопс лочить но я не советую в большом тексте капс лочить только если какой-нибудь короткий подзаголовок тогда можно применять капслок в основном тексте мы не капс лочим это будет признак дурного тона все с маленьких букв написано каждое слово с больших букв написано и я ставлю без ничего обычно как предложение вот то есть вот дополнительные настройки точно так же мы можем менять цвет вот теперь мы уже переходим к заливке fill это заливка мы можем менять цвет у текста вот давайте белый поставим к примеру мы можем менять прозрачность у текста вот прозрачность то второй ползуночек вот дальше мы можем даже делать градиенты какие-то у текста я включаю градиенты и здесь у меня по умолчанию он идет на прозрачный я могу к примеру прозрачность поставить 100 и поставить здесь красный вот градиент сейчас мы еще на объектах градиент посмотрим то есть могу линейный градиент включить могу радиальный градиент включить то есть он будет у нас от он по кругу будет работать но здесь в тексте не видно вот сейчас мы еще на простом объекте посмотрим дальше angular это квадратная заливка вот диамонт диамонт квадратная ангуляра на какая-то такая через от рассеянного к контрасту переходит диамонт это квадрат и иначе мы можем залить изображением наш текст вот к примеру chose image выбираю какое-то изображение лесу ты залила видите лесой наш текст можно делать вот такие вот эффекты но с текстом так лучше не извращаться предупреждаю сразу за вот такое я буду очень сильно ругаться градиент мы в тексте не делаем это просто показала что можно делать мы это не делаем в тексте также не показываю что можно делать строку текста обводку потому что у текста обводку мы не делаем это плохо сюда даже не смотрим